Приветствую вас, друзья, и сегодня мы поиграем в игру под названием Claybook. Забавный трёхмерный платформер, где буквально всё сделано из глины. Присутствует очень крутая физика, игра разработана на движке Unreal Engine 4, но главной особенностью её является то, что вы сможете создать свой собственный уровень, свой собственный мир из пластилина, можно сказать, всё слепить. Давайте же посмотрим, как это всё работает. Пройдём какой-нибудь уровень, а потом уже глянем на редактор и на пользовательские карты. Так, ну, тут у нас есть две главы даже, смотрите, Блоб и шоколадная фабрика, и какой-то лес. Блин, ну, я хочу на шоколадную фабрику, друзья, выбор очевиден, но, к сожалению, здесь в уровне все заблокированы. Да, надо сначала первую главу пройти. Так, ну ладно, давайте же посмотрим, как здесь всё устроено. Так, вот мы попадаем в первый глиняный уровень. Смотрите, мы, похоже, в детской какой-то комнате. Ёп, твою мать, блин, чувак, ты меня напугал. Ну, смотрите, какой у него взгляд криповый. Он наблюдает за нами. Да, похоже, он нами манипулирует. Это для нас бог. Довольно стремноватый парнишка. Так, ну и вы сразу замечаете, смотрите, какая здесь крутая физика. Управляем мы пока что за кубик, но можем принимать различные формы, по-моему, прямо сейчас. Да, вот, смотрите, шарик. Отлично, возможно, сейчас попроще будем забраться сюда. Давай. Нет, не особо. Давайте цилиндр возьмем какой-нибудь. Вот, цилиндр нормально пошел. А дальше что у нас? Дальше у нас плоская вот такая вот монета. Так, ну и наша задача, собственно, пройти весь уровень. Там сыр какой-то, смотрите, есть. Арк какая-то из говна. Блин, круто. Смотрите, мы даже вымазаться в стрелке можем. Но мы за счет этого не увеличиваемся, к сожалению. Так, вот здесь мы уже протиснуться. Нас обучают, как принимать другие формы. Давай, блин, засовывайся. Можно, на самом деле, и через верх перескочить, но нормально. Протиснулись. Так, здесь нам нужно перепрыгнуть, а прыжка, насколько я понимаю, нет никакого. Да, я могу, смотрите, вкапываться просто. Блин, круто выглядит, конечно, но какие-то помехи появляются. Смотрите, когда я вкапываюсь, как будто дождик идет. Так, ну что, давайте попробуем сигануть. Мне кажется, здесь потребуется цилиндр. И сейчас перескочим. Оп, ни хера не получилось. Может, отсюда. Кстати, уже не цилиндр, смотрите, бока-то мы помяли. И мы, смотрите, можем также оставлять свои отпечатки. Вот таким вот образом, плюс перематывать время. Допустим, вон, смотрите, я отпечаток оставил, перемотал время, вернулся назад. И теперь могу, наверное, забраться. Да, и с комфортом мы забираемся, друзья. Так, также можно вселяться и в другие фигуры на левый шифт. О, отлично. Гигантский кубик. Так, давайте по щам надаем этому мелкому школьнику. А ну иди сюда. Нет, к сожалению, друзья, на стол мы выкататься не можем. Смотрите, у него джойстик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, давай. Так смотрит на нас, блин. Хорошо, что он моргает. Было бы криповее, если бы он не моргал даже. Ракета. Смотрите, здесь не только геометрические фигуры, но еще и целые постройки из пластилина. Так, а мы можем взлететь как-нибудь? Нет, взлететь на ракете, друзья, судя по всему, не получится. Хотя, хотя, друзья, полетели. Ёб твою мать. Блин, прикиньте, какие миры здесь можно создавать. В этом и фишка игры. Не в стандартных уровнях, а в редакторе. Что вы свой собственный можете уровень придумать в стиле, например, какого-нибудь фильма или игры. Можно слепить все, что угодно. Это же, черт возьми, пластилин. Ну, точнее, глина. Блин, задристали мы все тут, друзья. Это, судя по всему, жидкость какая-то. Но взлететь не особо получилось. У меня только на время короткое. Так, ладно, но нам надо продолжать движение, друзья. Давайте лучше в кубик обратно вселяться. Я куда-то провалился, твою мать. Чувак, хватит на меня смотреть. Ну-ка, а вот здесь вот на стол мы можем выкатиться? Нет, к сожалению, нет, друзья. Так, ладно, давайте выбираться из этой лесни. Не, а кубик, смотрите, мы не можем превратить, например, в шар или в цилиндр. Так, наверное, так и надо было водой здесь все залить, чтобы мы смогли вернуться. Перескакиваем. Ни хера не получилось. Блин, нам бы поменьше. А все, что ли? И только на 50%, друзья. Ну, это потому, что я не показывал свой скилл, а просто рофлил, изучал игру. Давайте вот здесь вот рядом с фонтанчиком попробуем побегать. Посмотрим, что это за уровень. А потом уже перейдем к осмотру редактора и пользовательских карт. Их сейчас немного, так как игра еще не вышла. Это ранняя бета. Ё-моё, что происходит? Проседает здесь фпс. Знать бы, что нам нужно сделать. По-моему, нам нужно водой заполнить. Да, оказывается, различные задачи бывают в каждом из уровней. Не только просто пройти до конца, но и также что-то сделать. Вот, например, здесь емкости нужно залить водой. Так, что у нас? Тихо, тихо! Твою мать, свалился. Я теперь не выберусь отсюда никогда, но у нас есть перемоточка. Блин, только след мы теперь оставили. Смотрите, почти планета-земля у нас получилась. Может, так и задумывалось. Так что игра еще и с элементами головоломок. Вот, смотрите, что-то похожее на магнит у нас тут имеется. Ну-ка, давайте вселяться в него. Так, и вот каковы его функции, не очень понятно на самом деле. Ага, мы примагничиваем воду. Так, окей. Тогда вот сюда вот с краешку. С краешку. Аккуратненько примагничаем. Отлично. И спокойненько заливаю. Блин, только 18%, на самом деле это достаточно надолго. Судя по всему, блин, я разбрасываю просто жидкость. Ну, нормально, смотрите, уже двадцаточка идет. Твою мать. Опять я упал. Так, на магнитик должен выбраться. Давай. Давай. Нет. Ну, ладно, придется еще один слепок сделать. Ничего страшного, мне кажется. Блин, смотрите, таким образом мы вообще взлетать можем со всей этой жидкости. Выглядит очень красиво на самом деле. Так, приземляемся и уже 35%, смотрите. Пробить дыру только надо в этом контейнере. Для этого я переселился снова в шар. Ну и заниматься наполнением этих емкостей водой. Тут даже, смотрите, в онлайне можно создавать свой собственный уровень. Не играть, проходить уровни, а именно создавать в онлайне. Это достаточно здорово на самом деле. Так, ну, пока что доступен игровой режим, только стандартный какой-то, видимо, где нужно просто пройти. И стандартный шаблон доступен, больше ничего. Так, вот он, стандартный ландшафт, друзья. Блин, опять этот чувак. Когда же ты уйдешь? Или он всегда будет, да, похоже, он всегда будет наблюдать постоянно. Только посмотрите на его глаза. Хотя он иногда, по-моему, отводит взгляд. Или мне кажется. Черт, сукин сын. У него кровать тут. Стульчик какой-то розовый. Динозавр. Так, ладно, не будем отвлекаться. И он, кстати, судя по всему, на втором этаже. А вот такой вот, в общем, стандартный ландшафт, я так понимаю, сейчас отредактировать ландшафт мы не сможем. Но мы можем размещать различные фигуры. Здесь вот сыр, помните, смотрите. Естественно, тут есть ось. Можем редактировать как хотим, положение изменять. Можно даже сыр засунуть в эту глиняную поверхность. Ну, сделать, например, вот так вот. Засунуть, например, сюда бублик. Так, погодите, а как подтвердить мой выбор? Как здесь оставить эту фигуру? Так, все, понял, на пробел. Ставим бублик. Добавляем сырок. Вот сюда вот. Опускаем его. Подтверждаем. Ну, и, короче, здесь, как вы видите, куча-куча различных фигур. И это только начало. Смотрите, уточка какая-то даже есть. Пушка, кстати, возможно, она рабочая. Можем установить вот здесь вот. Не знаю зачем. Как-нибудь развернуть. Можно объекты поворачивать, как вы хотите. Нужно только, соответственно, инструмент выбрать. Короче, полноценный редактор, можно сказать. Вот, смотрите, наклоняем пушечку. Можно даже к сыру присобачить. И будет у нас сырная пушка. Вот так вот. Отлично, друзья. Сырная пушечка получилась. Не знаю зачем я все это делаю, но, собственно, смотрим на редактор, как он работает. Вот эти изменяющиеся фигуры. Здесь магнит тот самый. Это что такое? Гигантский корень какой-то. Так, ладно, оставим его здесь. Что здесь еще есть? Ну, это, короче, стандартные начальные фигуры. На самом деле их не так уж и много. Но, я так понимаю, их будет гораздо больше. И можно собственную фигуру, естественно, создать. Это что такое? Вот дерево, кстати. Можем сделать, смотрите. Но облако, на самом деле, похоже, только зеленое. Вот, готово дерево, смотрите. Замечательно, подтверждаем. Жидкостью можно налить. Но она, кстати, не отображается. Не знаю, давайте на дерево нальем жидкость. Можно режим симуляции включить. Вот, теперь мы видим жидкость, собственно. Можно дождь даже организовать, на самом деле. Если несколько источников воды сделать. Смотрите, летающая тарелка. Сначала подтвердить. Теперь выбрать. Летающая тарелка здесь у нас, короче. Пусть у нас с НЛО выдристывает всякие отходы. Можно, наверное, и цвет как-то поменять. Да емое, блин. Так. Ну, нормально, нормально. Немножко кривовато, конечно. Так, и все, вода, что ли, закончилась? Я думал, она бесконечно будет лить. Да, короче, у нас лужа в итоге вот такая вот получилась. Так, что у нас тут дальше, друзья? Ну вот, несколько режимов, как вы видите. Опять же, функции полноценного редактора, можно сказать. Так, ну и все, на самом деле. Давайте закончим наш уровень. Вот такой вот замечательный уровень у нас получился. Давайте что-нибудь еще поставим. Смотрите, есть какие-то эффекты, судя по всему. Так, а где вот эта вот фигура? Давайте ее присобачим куда-нибудь вниз. Вот туда. Все, отлично. Я думаю, наш уровень готов. Задачи нет никакой. Но хотя бы поглядим, как в итоге все получилось. Так, сохраняем. И осталось понять... Да, смотрите, свойства даже можно прописывать. Так, и мы воспроизводим, друзья, наш великолепный уровень. Действительно, НЛО у нас выливает в воду просто. Вот здесь наш кубик стоит. Давайте переселимся в него. Так, а пушка как-нибудь действует? Не похож, друзья. Просто для вида. Ну или я что-то не понимаю. Может, надо маленьким шариком туда запрыгнуть, например. Вот, собственно, такой вот редактор. Возможностей здесь много. Плюс будут, естественно, добавлять возможности. Это все-таки ранняя бета. Кстати, смотрите, и там дыра. Можно вкопнуться туда. И оказаться в этой дырке. Да, даже водичка попала. Так, где я? Я там? Насколько тут глубоко? Наверное, до конца можно. Вкапываться. Да, судя по всему. Но это, конечно, не имеет особого смысла. Так, ладно. Окей. Посмотрели на редактор. Давайте посмотрим, кто-нибудь создал уже какой-нибудь уровень. Я загружать, естественно, свой не буду. Не будем позориться. Так, вот. Комьюнити-букс. Тут полноценная поддержка мастерской стима. Да, и, как видите, кто-то тестовые уровни закинул. Пончиковая охота или охота на пончики. Давайте посмотрим. Можно скачать. Этот чувак даже несколько глав, смотрите, сделал. Куча глав. Давайте посмотрим на первый уровень. Может быть, это даже разработчик тестировал. Мастерскую стима все развалилось. Магнит куда-то упал. На самом деле, очень похоже на обыкновенный стартовый уровень. Но здесь, смотрите, спрятан кубик. Не знаю, что он тут делает. Можно, наверное, раскопать его. Вот так постараться. Написано, что нужно просто сделать отпечатки. Так, здесь водичка, кстати. Переселяемся в куб. Делаем отпечатки. И, собственно, вот такая вот задача на этом уровне. Она вот так вот сойдет. Мне кажется, нет. Ну-ка, давайте попробуем. Не особо получилось, друзья. Где-то 24%. Ну-ка, теперь вот так вот сверху. Нормас. Уже 70%. И со всех сторон залепить. Вот так вот. Вот, отлично, друзья. Все как надо. Не 100%, конечно, но и так сойдет. А здесь надо наоборот убрать всю глину. Но вместо этого я еще один отпечаток оставил. Ну, в общем, вот такой вот уровень. Вот такая вот достаточно интересная игра. Ссылка на нее я оставлю в описании. Будет круто, на самом деле, если зрители будут создавать различные уровни, а я буду пытаться их проходить. Вот это, естественно, будет интересно. Ладно, но на этом мы уже закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.